Наша вся, она была такая вот расслабленная и доверилась мне. Я все по постановке, как бы там решал все вопросы по декорациям, по нашим, по музыке, по всему, по всему. И ей очень понравилось. Она прям даже говорила сначала, у нас было непонятно, как вылетать будут пары, или будут ли они вылетать. И был один из вариантов таких, что пара может вылететь с новым партнером, звезда. И Наташа мне говорила, что может быть, а вдруг если такая ситуация произойдет, что если Надя вылетает с Игорем, ты останешься со мной танцевать? Я говорю, нет. Я сказал тогда, нет, потому что мы с Надей уже очень сильно сдружились, и я пообещал Надю довести до финала. Я сказал, Надя, мы дойдем с тобой до финала. И здесь я должен был, в принципе, в большом случае сдержать, как мужчина, обещание, что либо с Надей до финала, либо никак. И вы с Надей продолжаете, да, общаться? Да, продолжаем общаться, дружим, да, мы встречаемся. Вот недавно даже я приглашал Надю на шоу Дим Тэм на чекпры год. Но у Нади не получилось, так что я пошел на шоу с Дантесом, с ее мужем. Мы дружим с семьями, все мы общаемся там и переписываемся. И вот сегодня я тоже пойду на вечеринку к ней на год ее сотрудничества с компанией Мэйблин. Вот сегодня она пригласила нас, тоже идем. А как вообще супруга реагировала на такие откровенные танцы во время прямых эфиров? Ведь женщине часто вообще сложно сдерживать свои эмоции, когда она видит такие эмоции на паркете. Ну, что вам сказать? Нормально реагировала? Нормально? Она привыкла, да, наверное? Ну, моя жена тоже, вообще-то, артистка, как бы, она все это понимает вообще на сто процентов. Она участвовала в наших репетициях. Особенно там этот номер с ванной, билоном, да, помните? Это один из самых сексуальных номер, как все тогда называли ее. Самый такой горячий номер этого проекта. Он, наверное, самый такой горячий, потому что на репетициях присутствовала моя жена. И, на самом деле, комментировала нас. Говорила, что, ребята, что это такое? Что он как детский сад? Друг с друг с другом вот это вот, да, поближе к друг другу, да. Она помогала мне там на пилоне, там, мыслить, какой трюк правильно сделать, красивый. То есть давала, да, уроки на пилоне все-таки? Чемпионка мира танца на пилоне. Чемпионка мира, не знаю, там, четырехкратная или скольких кратная, там. Я вообще считаю, не считаю, не только я считаю, очень большое количество людей считает, что она лучше в мире танцовщица на пилоне. Есть очень много тоже танцовщиц, классные трюки делает, но Наталья моя, она какая-то особенная, она это делает как-то по-особенному. Наталья моя, она как-то не так, как все, и это так как-то вкусно и классно. Ну, вот. Не думали, как сделать совместный номер на пилоне? Думали. Думали? Думали, да. Думали, думали, но пока-пока не делаем, потому что мне к ее уровню, ну, пока еще нужно расти, расти и расти. Кстати, она не хотела принять участие в «Ортовых мриях»? В «Ортовых мриях» на самом деле я как-то... Там не было роли для нее. Один момент, один раз я думал о том, чтобы ее как-то ввести, но, да, нету как-то вот... Не придумал никак ввести пилон в эту шоу. Ну, немножко не тот жанр, скажем. Кстати, еще приходил вопрос, спрашивают, как долго вы вместе с моей супругой еще, где познакомились? Долго мы с супругой моей уже, уже, уже. Ну, сейчас скажу, три с половиной года. Мы познакомились на шоу «Украина. Моя талант». Она участвовала, я был постановщиком. Ее номер, обоих ее номеров. И... Ну, там познакомились, там... Конечно же, никто, ни на кого не то, чтобы это мы не давали. Понятно стало, что она мне нравится. Наверное, как бы, понятно... Мне понятно тоже стало, что я ей нравлюсь. Ну, она была, ну, в тот момент, замужем. И... Ну, так как у них с мужем отношения не очень там складывались, да, там через время они расстались, и мы начали, продолжили наше общение уже более близко, скажем так. То есть вы, да, стали инициатором этих отношений? Ага, такой вопрос. Нет, не я. Не я. Не я стал, мы оба стали инициаторами наших отношений. Наших отношений, все. Ну, так скажем. Тут еще, Ирина спрашивает, вы верите в любовь с первого взгляда? Конечно же. Вас так же или нет? Я же с женой своей, да, сейчас вместе. Так, еще тут спрашивают, Женя, расскажите, в каких проектах вы еще принимаете участие, и чем зарабатываете на жизнь? Чем зарабатываю на жизнь? Может, у вас есть еще подработка? Подработка, ну, первое, первое, как бы, сейчас я уже перестал быть сотрудником телеканала СТБ, я работал, 9 лет работал на телеканале, я делал шоу X-Factor, Украина, My Talent, танцуют все, это шоу, в котором я, скажем так, начал свою телевизионную карьеру, и вот, и продолжаю, да, здесь. Это шоу очень помогло мне, так бы, скажем так, направило меня. Также я ставлю постановки церковым, вокалистом, танцором, артистом, сам выступаю, как артист, я выступаю, как танцор, пилонист, актер, модель, режиссер, но очень много, конечно, видов у меня заработка везде, это и телевидение, и просто там, скажем так, наш корпоративный рынок, и там всякие праздники есть, как и все артисты. Ну, сейчас стали вас больше узнавать на улице, после танцев, это были какие-то, возможно, уже курьезы, связанные с поклонниками, с поклонницами? Конечно же, после танцев, конечно же, после того, как тебя показывают по телевизору, очень долгое время, популярность возрастает, и да, меня очень, ну, очень часто сейчас узнают везде, в многих местах, разные интересные предложения приходят, просто там куча подарков дарят люди, это очень приятно, это очень круто, круто, на самом деле, вот очень даже приятно, когда ты встречаешь, вот одна была ситуация, просто стоял на улице, там, с кем-то разговаривал, и проходит женщина мимо, и говорит, останавливается, я таких слов, на самом деле, никогда не слышал, свой адрес, и говорит, вы бриллиант, вы такой, и она начинает мне вот говорить очень приятные вещи, я прям стоял в шоке, было настолько приятно, и она говорит, а я смотрю, что у нее глаза такие какие-то мощные, вот такая сила есть в ней, ну, такая вот, говорит, я тоже артистка, и я сразу понял, вот откуда вот эта мощь, эта харизма, вот эта классная энергетика такая, говорит, я актриса в театре в Лисе Украинки, приходите к нам на спектакли, все, вот так она мне такие вот очень приятные слова сказала, очень классные, и что там еще у нас был, какой-то вопрос, в рассказе. А, какие-то были курьезы, да, были курьезы, кто-то вас удивил как-то? Это было, как-то ехал я в машине, мы ехали с женой, она была за рулем, и в нас въехали, нас ехали, так произошла авария, не по нашей вине, и вот там, на следующий день, когда мы были там с девочкой, с девочкой этой страховой, менеджеры, менеджеры, мы там заполняли все там бланки, все эти штуки, и там написано было, там, Татаринцева Наталья, они там посмотрели, потому что я заполнял, я заполнял за свою жену, все, и девочки посмотрели менеджеру, типа, Талиф имели или нет, и такие мне, «А вам никто не говорил, что вы очень похожи на этого танцора, Женю Кота?» Я говорю, ну, никто мне еще не говорил такого, что я сам на себя похож, и вот они начали извиняться, конечно, говорят, ну, просто посмотрели фамилию, там вроде бы не та, не та, и как бы, ну, вы так похожи, вы поняли, что вы, но решили проверить, это фамилия не та, и вот так. Спрашивают, в какой момент вы решили, что хотите заниматься танцами, как отнеслись к этому ваши родители? Ведь обычно мне говорят, что это за профессия, и ты так семью не обеспечишь. У вас не было, чтобы вас отговаривали родители? Так, ну, скажем так, в принципе, из самого детства я как-то так не сидел на месте. Точно понятно было, что мне нужно чем-то заниматься таким... Подвижным? Подвижным, спортивным, или чем-то что-то как-то должно быть. И в восьмом классе, восьмой класс, это переходил я в восьмой класс, и мы с родителями решили поменять школу. Ну, родители предложили, вот есть такой лицей искусств, Женя, там среди простых занятий есть занятие танца. Ну, типа там идет математика, классический танец, литература народный. И вот так вот. И мы были такой, ну, давайте попробуем. А до этого я там с соседом своим покупал листы фанеры в магазине. Плор-плеер был у нас такой, с динамиком. И кассета «Гомфан Кэмсис» фристайла. Крутили на ручки, перематывали, вот это оставляли. Крутили это, у них же летом зимние шапки на голову поодевали. И давай крутиться на голове. И вот как-то так все время к танцам, оно как-то тянуло, тянуло, тянуло. И вот восьмой класс я пошел, начали заниматься танцами. Попробовал что-то такое. Я пришел там, дети с первого класса занимались. А я встал у станка, начал смотреть на них. Это на меня надели эти лосины, эти чешки или там балетки. И я тогда смотрел, потом за ними повторял. Это был как-то ужас сначала. Но ничего. Я после девятого класса поступил в Киев. Уже на профессию танцора. Я догнал их всех, перегнал их там, растянул все во все шпагаты. Ездил у меня училище культуры, брало на ансамбле, чтобы я выступал с ними. И на дне города, и на стадионах я с ними выступал. И на экзаменах разных. То есть я как бы уже танцевал на уровне ребят из училища. То, чтобы там из какого-то кружка. Тут еще есть вопрос. Рабочий возраст танцора не так уж долг. Вы уже не задумывались над тем, чем будете заниматься в будущем. Возможно, какой-то бизнес уже есть свой. Да, есть бизнес. Есть бизнес. Но я не могу сказать это прямо. Я не называю это бизнесом. Да, это такое дело, которое я с женой мы открыли большую студию. Такое творческое место, где все могут приходить и заниматься различными видами и спорта, и танцев. У нас есть такой тата-арт-ангар, который находится на Шулявке. У нас большой ангар внутри с высокими очень потолками. У нас подвесы. У нас цирком можно заниматься. У нас можно заниматься на пилонах. У нас 12 пилонов в одном зале стоит. У нас мы создали такую школу, скажем так, танцевально-цирковую школу, одну из самых больших, наверное, в Европе. Не то чтобы там в Украине, в Европе. И сейчас мы только-только вот развиваемся. Нам только полгода. Мы там 1 апреля, апреля мы открылись. И мы там закончили ремонт, все свои открылись. И мы начали потихонечку вот уже рекламируем себя, приглашаем всех. Вот в Артавим Ри у нас репетировать. Это как бы даже не то чтобы студия. Это база, репетиционная, большая репетиционная база. Там можно репетировать и делать большие шоу, потому что все есть. И подвесы, и пилоны, и большое пространство открытое. У нас нет там отдельных маленьких залов. У нас есть зал большой, который делится очень большими такими шторами плотными на три зала. Зал пилонов, зал воздуха и зал свободного пространства. Где мы занимаемся танцами, гимнастиками, растяжками, акробатиками. И все таки. Так что приходите. Тата Артангар такая рекламка. Тут еще Ивана спрашивает. Женя, простите за нескромный вопрос. Сколько вам лет? И до какого возраста планируете танцевать? Так, мне 29 лет. Планирую танцевать, пока будет танцеваться. Вообще не думаю о том, что это. Пока, ну, конечно же, с возрастом я понимаю, что я чувствую свое тело, что там мне начинает все больше и больше каких-то мест болеть. Да, там травмы начинают о себе отдавать знать. Грыжи и другое. Но пока есть желание, можно их 90 танцевать, ребята. Так что по максимуму буду себя выжимать. Ну, еще-то такой есть вопрос. Тоже приходил на сайт. Кто вы по гороскопу и верите ли в них? Что вам сказать? Я, вот у меня все сложно с гороскопом, на самом деле. У меня дни рождения 20 мая. Это последний день телеца, это переход на близнецов. И вот в моем характере, на моем характере это отображается. Точно. Я точно телец и я точно близнец. У меня вот есть и перепады настроения, как там, да, это свойственно близнецам. И такое упертости в характере. Прямо я бываю, конечно. Особенно в работе, когда я хочу что-то сделать, это мне помогает. Да, есть, конечно, моменты, где-то просто так что-то упирается. Бывает у всех. То есть вас сложно, да, в чем-то потом убедить? Нет, не сложно. Ну, не то чтобы просто так. Мне нужны всегда аргументы. Я не могу просто так вот переубедись, да? Не бывает такого. Мне нужны аргументы, мне нужно доказательства, мне нужно показать. Потому что там, ну, особенно если это касается там рабочих каких-то моментов, потому что, скажем так, в тех делах, которыми я занимаюсь, я очень хорошо ориентируюсь, очень хорошо. И я стараюсь там не брать те вещи, работы, в которых я плаваю, да, в том, что я не уверен. И если, например, я делаю, было очень много там таких вещей, там, на танцах со звездами, когда я там беру эту музыку, например, и мне говорят, да нет, ты что, не та, вот возьми лучше эту. Я говорю, нет, мне не нравится это, я чувствую, что это не то. Я вот чувствую, я знаю, что это не то, на мне подходит. Я знаю, что вот это хорошо, за нас это проголосуют. И все, и я упирался, я стоял на своем, и это приходило, и давало классный результат. Вот видите, мы дошли до самого финала. Спасибо большое за ответы и пожелания для читателей, для поклонников. Также приглашайте на Вартовим Ри. Обязательно, друзья, приходите на шоу Вартовим Ри. Мы стартуем с 16 декабря. У нас уже будет 16 декабря два шоу. И мы будем выступать до 21 января. Кажется, что очень много, такой большой период, но билеты раскупают уже, не знаю сколько там, уже давно мы, две недели назад или три мы выставили на продажу билеты, и их уже разметают. Так что, смотрите, не опоздайте. И мы показываем, скорее всего, Вартовых, скорее всего, в последний раз. Так что, ребята, обязательно вы должны сходить на Вартовых, посмотреть эту самую классную сказку. И еще я вам желаю всем обязательно сейчас в холодное время тепленько одеваться, чтобы вы никто не болели. Обязательно смотрите со своим здоровым, за своим питанием, чтобы выглядели классно. Удачи всем. Спасибо.